Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня мне бы хотелось рассказать про такой прекрасный кустарник, который сейчас на пике популярности, и это совершенно заслуженная популярность, заслуженная слава. Это гортензия метельчатая. Длительное время эта культура находилась в тени более эффектной и декоративной гортензии крупнолистной, которая отличается ярко окрашенными цветами, которые имеют различные цветовые переходы от белого к розовому и к фиолетово-синему. Гортензия метельчатая, она в природе отличается кремовыми, беловатыми цветками, которые немножко изменяют окраску к концу сезона цветения в такие розовато-лиловые тона. Естественно, несмотря на то, что гортензия крупнолистная, очень декоративна и хороша, ее зимостойкость, ее достаточно сильная капризность, она вызвала необходимость найти достойную замену этому растению. Я бы не сказала, что гортензия метельчатая – это именно замена. Это совершенно самостоятельная, особенная декоративная культура, используя которую вы можете создать совершенно незабываемый и красивый сад, сад своей мечты. И сегодня мне бы хотелось немножко рассказать про различные сорта. Чем они отличаются? Чтобы вы могли определиться, какой из сортов, их сейчас насчитывается более 80, то есть уже выбор достаточно велик, какой из сортов необходим именно вашему саду. Сорта гортензии метельчатой отличаются по высоте. Низкорослые сорта, как правило, не превышают высоты метр. Чаще всего это высота порядка 70-90 сантиметров. Есть суперкарликовые сорта, которые достигают высоты всего 55-60 сантиметров. Есть среднерослые сорта, их на самом деле большинство. Это сорта, которые не превышают, как правило, в среднем достигают высоты полтора метра. Метр восемьдесят. И высокорослые сорта метельчатых гортензий. Это сорта, которые превышают высоту 2 метра. Видовая гортензия метельчатая – это кустарник, либо небольшое дерево, которое достигает в природных своих условиях, в своем природном местоположении, на Дальнем Востоке, высоты около 3,5 метров. То есть сорта, как правило, не превышают высоты 2,5 метра. То есть изначально мы должны определиться с тем, какой высоты нам нужно растение. Кроме того, есть сорта, которые имеют так называемые простые соцветия и махровые соцветия. Но на самом деле это не совсем корректное название. Они у сортов с простыми соцветиями содержатся наряду с крупными и декоративными стерильными цветками, которые и выглядят как звездочки такие. Наряду с ними содержатся плодущие цветки, которые содержат все органы размножения, и тычинги, и пестики. И при этом они не имеют лепесточков, они такие маленькие и совершенно незаметные. За счет этого соцветие получается такое рыхлое, воздушное и такое полупрозрачное. Ну, собственно говоря, видовые растения этим отличаются. Наиболее известным сортом с простыми соцветиями является сорт кеуши. Он достаточно часто встречается, но выращивается он на самом деле не очень часто. Хотя это растение заслуживает своего места в садах природного стиля, в японских садах. Это очень красивый сорт. Ну и кроме того, сорта могут отличаться тем, какой окраски у них цветки. То есть, в принципе, практически все сорта метельчатых гортензий отличаются не характерной для большинства видов растений сменой окраски в процессе... Не скажу, что это цветение. В процессе цветения окраска практически не меняется. Ну, поскольку окраску соцветию придают стерильные цветки, то в процессе жизни самого цветка, в процессе его увядания окраска сменяется. И если в момент распускания бутонов мы видим кремово-зеленоватые такие лимонные оттенки, затем соцветие выбеливается, приобретает белый, иногда практически белоснежный сливочный цвет. После того, как отцветают плодущие цветочки, начинается процесс увядания. И вот именно в процесс увядания метельчатая гортензия приобретает ту декоративность, за которую ее чаще всего и ценят. Вот эти стерильные цветки приобретают розовые, малиновые оттенки. И поскольку они сохраняются на растении достаточно длительное время... Метельчатая гортензия – это королева осеннего сада. Цветение начинается, как правило, у нее у самых ранних сортов в июле месяце. Но у средних и поздних сортов оно смещается позже, приблизительно на конец июля, август. И декоративность вот эти соцветия сохраняют на протяжении двух-двух с половиной месяцев. Даже увядшее соцветие, если в нем достаточно большое количество стерильных цветков, выглядит очень эффектно и интересно в зимнее время. То есть как тень лета даже в зимнее время вы можете наблюдать. Ну и еще одна особенность, по которой различаются сорта – это то, насколько прочные побеги у растения. Поскольку многие сорта, особенно у сорта с махровыми соцветиями, отличаются очень крупным, плотным, тяжелым соцветием. Важно, чтобы сорт либо удерживал это соцветие вертикально, это такой сорт как Lime Light, у него очень прочные соцветия. Это сорт Mahita из низкорослых, он отличается прочными и крепкими такими стеблями. Это сорт Polar Beer, полярный медведь, он тоже отличается прочными, крепкими стеблями. Но в целом есть сорта, которые в принципе даже в их названии указываются на их эту особенность, на то, что они развесистые. Например, сорт Skyfall. Вот это его именно особенность, то, что у него ветви немножко не спадают под тяжестью соцветий. Из низкорослых сортов метильчатых гортензий самым первым на нашем рынке появился такой сорт как Bobo. Это карликовый сорт, его высота не превышает обычно 90 сантиметров. Он отличается короткими достаточно, почти шаровидными соцветиями, полными, махровыми, которые не сильно изменяют свою окраску в процессе цветения. В конце сезона у него соцветия такого легкого розовато-сиреневого оттенка. Сорт Little Spooky – это сорт, который пришел на смену Bobo. В принципе, Bobo служил его родоначальником. Это улучшенная версия, можно так сказать. У него очень плотные соцветия, практически не просвечивающиеся, в отличие от Bobo. У Bobo есть все-таки какое-то количество немахровых вот этих стерильных цветочков. И Little Spooky выглядит такой плотненькой, хорошенькой такой шапочкой смотрится. Сорт тоже очень эффектно интересный и не превышает высоту он 70 сантиметров. Очень необычным сортом является сорт Polestar. Это сорт, который отличается маленькой высотой. Он начинает свести даже при высоте кустика порядка 35 сантиметров. Но, в принципе, он может достичь высоты 70 сантиметров при максимально хороших условиях выращивания. И он отличается такими воздушными, полупрозрачными соцветиями, которые к концу цветения приобретают сиренево-розовый оттенок. Из сортов, которые отличаются практически неизменной окраской, я бы хотела отметить сорт Mojito. Это невысокий сорт, он не превышает высоты 1 метра. Чем он прекрасен? У него очень плотные соцветия. Они такие прямо вот сбитенькие-сбитенькие. Он очень долгое время сохраняет лимонно-лаймовый такой оттенок. Он очень хорошо смотрится в полутенистых садах. И вот этот сорт я бы рекомендовала сажать именно в затенении. В этом случае его вот эта практически неизменная окраска, которая сохраняется до осени, она выглядит такой самой чистой и такой хорошо выраженной. На ярком солнце все-таки к концу цветения у него появляется легкий розовый оттенок. И у этого сорт он выглядит именно грязноватым таким. То есть если вам нужен красивый сорт, невысокий метельчатой гортензии для затененного участка, я рекомендую именно сорт Mojito. Сорт Graffiti отличается такими крупными соцветиями. Они достаточно сильно изменяют свою окраску на продолжении всего цветения. И в конце цветения они достаточно малиновые становятся. Но за счет того, что у него соцветия очень крупные, чтобы получать крупные вот эти соцветия, растение необходимо очень грамотно ежегодно обрезать. Цветение хорошее, красивое и выраженное будет только когда вы, не жалея, обрезаете этот сорт. Как правило, многих садоводов останавливает необходимость ежегодной обрезки. Она, в принципе, весной хватает других работ и как-то не очень хочется этим заниматься. Но без хорошей обрезки вот этот сорт не покажет всей своей красоты. Из высоких сортов, ну, как уже я упоминала, прекрасный сорт немахровый – это кеуши. Очень похож на него сорт тордива. Это высокие растения, которые практически повторяют природные формы. Они могут достигать высоты трех метров. И при этом они будут без всякой обрезки, обильно, красиво цвести, выглядеть очень изящно и необыкновенно. Но когда хочется чего-то более такого пышного, то, конечно, ну, на мой взгляд, одним из лучших сортов является фантом. Это достаточно крупный и такой сильный, сильный куст. У него и соцветия очень большие, такие прям вот насыщенные, толстые, такие мощные. Он достигает этот сорт двух с половиной метров. У него очень хороший, красивый, толстый лист такой. Окраска у него изменяется не очень сильно. Он к концу цветения приобретает, ну, такой спокойный розовый цвет. Но при этом растение выглядит вот очень здоровым и мощным. Это его достоинство. Еще один хороший сорт – это сорт Поларбир. Этот сорт не самый высокий. Он, как правило, не превышает высоты 2,20, обычно около двух метров высотой. Чем он хорош? Это практически такой вот стойкий оловянный солдатик. У него ветки прямо стоячие, такие вертикальные, плотные соцветия. Он практически не меняет окраску. Он стабилен. Многие гонятся за розовыми метельчатыми гортензиями. Но мое мнение в том, что все-таки вот эта розовость, если вы выращиваете метельчатые гортензии на ярком свету, она играет не на руку растению. То есть вот эта розовость, она очень часто имеет такой немножко грязноватый вид. Если вы выращиваете их в легком затенении, возможно, вам стоит обратить внимание на сорта, которые изменяют окраску более сильно. И вот эти сорта, которые более сильно изменяют свою окраску, они чаще всего встречаются в самой многочисленной группе метельчатых гортензий. Это среднерослые сорта. Самый, пожалуй, известный и сильный розовеющий сорт – это Вимс Ред. Это сорт с полумахровыми соцветиями, у него не так много стерильных цветков, но к концу цветения цветки имеют такой конкретно винно-красный цвет. Обратите внимание, что этот сорт нежелательно высаживать на ярком солнце. Да, на ярком солнце он начнет краснеть у вас раньше, но осенью он будет буроватый такой конкретно, ну такой выраженный буроватыми оттенками. При выращивании в легком затенении этот сорт будет иметь свежий красивый вид до самой глубокой осени. Еще один хороший сорт, который, в принципе, является классикой метельчатых гортензий – это сорт Ванилла Фрейс. Этот сорт чем хорош? Тем, что у него соцветия, они имеют такую бело-розовую окраску практически на протяжении всего цветения. Только в самом начале цветения они немножко такие лимонно-белые, затем достаточно быстро у них появляется розовина. Соцветия у них махровые, полные. И этот сорт чем хорош, что он занимает большое место в саду, он раскидистый. Несмотря на то, что он невысокий относительно, он всего полтора метра достигает высоты. Этот сорт занимает достаточно большую площадь. То есть вы можете посадить одно растение, как солитер. Он будет выглядеть очень эффектно и хорошо. На самом деле сортов метельчатой гортензии очень много сейчас появляется. И каждый год мы можем столкнуться с новинками селекции. Но все же я рекомендую для начала посадить пару сортов из таких проверенных. И в дальнейшем вы будете видеть, в каком направлении будет развиваться ваш сад. Потому что это на самом деле очень красивая и интересная культура. И надеюсь, что с нашим обзором вы, кто-то впервые, кто-то продолжит свое увлечение этим растением. Вы создадите свой прекрасный сад. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»